В этом видео я буду добавлять какое-то количество недостающих анимаций. В общем-то для персонажа сложно сказать, какое количество анимаций достаточно, а какое недостаточно. То есть вот, например, сейчас я решил сделать анимации поворота налево и направо, потому что их не хватает. Просто по логике и по юзабилити чувствуется, что не хватает поворота налево и направо. Также хочется добавить каких-то выразительных анимаций, таких как, например, удар с разворотом, какие-то очень травматичные движения. Потому что все удары, которые я до этого сделал, они такие простоватые, близкие к реализму, но недостаточно выразительные. Хочется добавить каких-то очень выразительных движений. И также, например, такая часть анимации, как получение поражения. То есть персонаж получает какой-то удар, возможно падает, возможно встает. И какое-то количество анимаций придется делать вручную, какое-то получается немножко другим способом. Рассмотрим дальше. А сейчас я хочу сделать поворот направо. До этого я включаю, делаю Enable Clip Fighter F-Idle Fight. То есть клип, в котором анимация idle. В боевой позе. У меня все из этой позы теперь делается в механиме. Поэтому я включаю его, выделяю какой-то элемент, full body для всего тела, нужно поставить ключ. Нажимаю S, для того, чтобы создать ключ для всех контроллеров. В той позе, в которой он сейчас находится, в той ключи и создадутся. То есть я просто беру какую-то стартовую позу. Стартовую и конечную позу, соответственно. Вот, у меня создался ключ. Теперь я могу отключить исходный клип. И у меня теперь есть один ключ. Стартовая поза из idle. Поворот я буду производить на 90 градусов направо. И поворот будет происходить вокруг центра тяжести, центра гравити. Мне нужно снять пиннинг со всех элементов. Я делаю Unpin. И то же самое с руками, если они запинены. Все элементы нужно снять с них пины. Теперь я могу взять персонажа и повернуть его на 90 градусов. У меня сейчас локальные оси вращения. Вот видно, как они выровнены по элементу. Нажимаем Ctrl-Shift правую кнопку мышки. И локал меняем на World. Это один из способов доступа к инструменту вращения, чтобы менять оси. И теперь я вот смотрю, как у меня он выровнен. Мне его нужно выровнять теперь по оси Х в отрицательную сторону. Сейчас он мне выровнен по оси Z положительно. Мне нужно его вот так вот развернуть на 90 градусов всего. И примерно в такое же, в идентичное положение поставить. Но уже относительно оси выровнен лицом в отрицательную сторону по оси Х. Теперь я нажимаю S. Стоп. Ctrl-Z. Мне нужно это сделать в 25 кадре. Нажимаю Ctrl-Z. Undo несколько раз, чтобы вернуть в исходное положение. Иду в 25 кадр. И вот теперь поворачиваю его фронтально по оси Z в 25 кадре. Вот так. И автоматически у меня ставится ключ. На Full Body. На все контроллеры полностью. Теперь можно пиннинг включить обратно. Pin Both. Translation Rotation. И теперь смотрим, как анимация происходит. Что произошло. Вот он развернулся. Развернулся, правда, криво. Я сделал Fix Animation. И опять же, вот точно так же все и происходит. Ноги на ИК, руки на ИВК. Сейчас в данном случае работают. Переключусь на Graph Editor. Теперь у меня только два ключа есть. В первом и в 25 кадре. Что теперь нужно сделать. Сначала начну с ног. Вообще вся анимация начинается с ног. Потом идет все выше и выше. Но во всяком случае вот так неудобнее. Поворачивается он сейчас направо. Поэтому сначала должна, наверное, правая нога переместиться в новое положение. А затем левая, впереди стоящая. Значит, я выделяю правую ногу. И беру ключ 25, копирую его. Копи. Причем в Body Part. То есть сейчас мне нужно создать ключи только на ногу. На правую. Копирую ключ. Копи. И вот примерно в 10 кадре паст. Делаю паст. Теперь правая нога оказалась в нужном положении уже к 10 кадру. Смотрим ключи. Для этой ноги выделяем и делаем вот эти вот ключи все. Здесь не должно быть проскальзывания, поэтому я делаю Flat Tangents. Теперь нога, когда перемещается в свое новое положение, она там оказывается очень точно прикрепленной все. То же самое для левой ноги. Она переместится, соответственно, чуть позже. Значит, мне нужно задать, взять ключ первого кадра, скопировать и скопировать его в 15-й паст. То же самое первые ключи. Нога должна стоять на месте, проскальзывания быть не должно. Поэтому я делаю Flat Tangent. Теперь результат такой. Сначала перемещается правая нога. Встает на место, затем перемещается левая нога. Теперь я смотрю, как перемещается центр в Gravity. Хипс персонажа. Вот, например, в этом положении явно он стоит как-то очень нелепо. То есть ему нужно переместиться, чтобы центр был между ступней, где-то на уровне пяток. Поэтому я беру, вот так, в виде сверху, перемещаю его вот сюда. Причем, скорее всего, он будет на правую ногу чуть-чуть упираться. На левую, точнее. Распрямляю его немножко. И вот такое перемещение идет. А сейчас он должен переместиться где-то к пятнадцатому кадру на правую ногу. Поменять. Центр тяжести переместить на правую ногу. Где-то так. И вот так получается. Ничего страшного, если у нас все это разъезжается. Нам главное зафиксировать вот эти промежуточные позы. И вот так. Окей. Теперь можно ноги, в тот момент, когда он перемещает ногу, ее нужно чуть-чуть приподнять. По серединке, между кадрами. И теперь переключиться уже в локальные оси. Ctrl-Shift, правая кнопка мышки, локал. Локальные оси, для того, чтобы вот так пяточку. Коленки тоже смотрим. Вот, например, поскольку мы делаем Body Part полностью для всех элементов ноги, то лучше сначала отредактировать в коленке. Так, немножко коленку подвытащить. Потому что они как-то немножко внутри заломаны. Так, это другой элемент. Вот здесь уже в 15 кадре. То есть в двух кадрах нужно немножко исправить это. Ничего, что разъезжается, это не страшно. В промежуточных кадрах это происходит. Нужно почистить просто анимацию. Так. И ногу поднимаю. И чуть-чуть опускаю. Вот так на носочек. То есть он производит перенос ноги с одного места на другое. Вот опять же в инбитвинах, в промежутках ломается. Еще нужно будет почистить. И точно так же вот здесь. Нога приподнимается. Вот он ее переносит. Вот так. Теперь можно обратить внимание на какие-то повороты корпуса. Еще раз почищу анимацию. И теперь это выглядит вот так. Вот он перетаптывается с места на место. Можно почистить тангенты. Вот, например, у хипса, у центра гравити, я поставлю, но здесь уже по умолчанию стоят, ключи, сплайн тангенс. У ног, соответственно, какие-то вот в серединке, например, вот эти, тоже должны быть сплайн тангентами. Смотрим. А когда нога стоит на месте, это должны быть флэт. Ну, здесь, в принципе, все в порядке. Стоят везде нужные тангенты. А здесь флэт, соответственно, подсвечивается. Теперь можно немножко покрутить его плечевой пояс в промежутках. Вот, например, в тот момент, когда он поворачивается. Вот сюда. Чуть-чуть повернем в эту сторону. Вот здесь чуть-чуть повернем вот в пятнадцатом, например. Вот сюда. В двадцатом. Вот сюда. И в десятом. Может быть, маленько вот сюда. Какие-то микроскопические небольшие движения в плечевом поясе. Вот так. И поскольку тут везде ФК, нужно убедиться, что в костях. То есть уже не в контроллере, а в костях. Вот в этих тангенты с плайном. Вот они, с плайном. Все нормально. Теперь можно немножко поперемещать руки. То есть, например, где-то в каждом пятом кадре, в каждом последующем пятом кадре можно какое-то задать новое положение для руки. например, вот так чуть-чуть переместить. В десятом кадре уже идет небольшое взбивание. почистить. Вот сюда руку переместить. вот сюда переместить. Вот так, например. К двадцатому. Снова почистить. И еще переместить. Вот так, например. Все это делается в формате Body Part. То есть, ключи задаются теперь только для руки или только для ноги. Очень важно. Ну и теперь здесь. К примеру. Так, руку подвытянуть. Или наоборот. Вот сюда чуть-чуть. А еще лучше сделать вот что. В каждом кадре выставить ключ. Вот в тех кадрах, которые мы хотим поменять. Это гораздо быстрее будет вместо того, чтобы чистить. Задаются ключи в том положении, в котором рука была. И так гораздо проще туда-сюда двигать. Например, вот здесь сюда подвинули. В десятом кадре так как-то. И относительно общего базового положения ключа, чтобы не накапливалось какое-то смещение излишнее. Шевелим руку. Туда-сюда. 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 Теперь можно почистить анимацию. И убедиться, что на костях рук стоят сплайн-тангенты. Тангенты. Для этого выделяем косточки руки. Руку, предплечье и кисть. И смотрим, какие тангенты там стоят. Нам нужны сплайн-тангенты. Вот так можно взять. Выделить. Переключиться. Снова включить. В принципе, вот все сплайн-тангенты. Анимация будет гладкая. И смотрим. Вот он перешел в новое положение. 25 кадров. Нужно сделать в таймлайне. 25 кадров. Выделить какой-то элемент. Перейти в Trax Editor. И создать clip. Create animation clip. F. Turn. Right. Поворот направо. Create clip. Смотрим, куда клип опал. Вот он. Turn. Right. И у меня уже была тут сделана по аналогу. Turn. Left. Вот сейчас активируем этот клип. Я включу Turn. Left. Выставлю побольше кадров в таймлайне. Вот мне нужно включить трек. Я включаю трек. И то же самое поворот налево у меня имеется. Можно посмотреть оба. Поворот направо. Поворот налево. Все. Оба клипа готовы. Теперь можно переносить анимацию. Для начала перенесу Turn. Right. Таймслайдер выставлю. Опять 25 кадров. И... Поворот направо. И мне нужно запечь анимацию Bake to Skeleton. Все настройки выставлены. Все корректно. Bake. Вот анимация запекается. Он там движется. Все. Теперь анимация в скелетоне. Выбираю скелетончик. Файл. Export Selection. FBX. Export Selection. Моя папочка Fighter Animation. И название. Turn Right. Анимация. Камера лампочки. Отключил. Export Selection. Все. Анимация экспортирована. Теперь можно снова переключиться на Control Rig. Control Rig включаю. Выбираю какой-то элемент. И отключаю клип. Turn Right. Выставляю на его место. Turn Left. Включаю его. Enable Clip. Не забудьте тут включить. Трек. Текущий. И теперь поворот налево. То же самое запекаю. Bake to Skeleton. Трекущий. И теперь можно выбрать скелетон. Экспорт Selection. Трекущий. 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 все ключи. Можно удалить. Для этого нужно выделить гиперграф иерархии. Весь скелетончик. Вот так. И все ключи выделить с шифтом таймслайдера и удалить. Delete. Не должно быть ключей. И можно снова переключить на Ctrl-Rig. Скелет будет как будто чистенький. Как будто свеженький. Таким образом снова можно сохранять анимацию. Я сейчас могу без боязни сделать Save. Нажать Ctrl-S и файл у меня сохранится. Потому что все ключи скелетона я удалил. Ничего мешаться мне не будет. И снова воспроизводится анимация с Trax Editor из клипа. Теперь можно перейти в Unity. Сразу же. Так. Перехожу в Unity. И ищу мои терны. Мне понадобится аватар. Rig хуманоид. Create from аватар. Беру аватар. Уже созданного. Применяю. Веду в Animation. И смотрим, что здесь получилось. Отключаю Key Reduction Anim Compression. Меняю название Take. файл. Вот. Так. Вот. Такое название. Файтер turn left. И теперь можно посмотреть. Вот он поворачивается, поворачивается, поворачивается и поворачивается. Теперь, что мне ему нужно сделать. Мне нужно сделать Loop Pose. Значит, Loop Time. Loop Pose. Вот здесь я не делаю Loop Pose. Body Orientation. Можно поставить Original. Посмотреть, что произойдет. Route Transform Position. И Route Transform. Вот здесь не нужно. Все. Apply. Смотрим. Вот он постоянно поворачивается налево. То есть, это замкнутый цикл. Теперь. Он постоянно крутится налево. Итак. Нам нужно сделать анимацию поворота на месте. Стандартно называется это Turn On Spot. То есть, поворот в пятне, поворот на месте. И для этого нужно создать внутри контроллера From New Blend 3. Новый Blend 3. Как-то его называем. Можно просто Turn. Или Turn. Тернинг. Поворачивание. Как-то так. Внутри новый Blend 3. Тоже можно обозвать. Turn. И добавляем Add Motion Field. Добавляем 3 поля. Три смешивания будет происходить. И добавляем анимации. Это Turn Left. Это Fight Idol. Fighter, Fight Idol. И это... Fighter, Turn Right. Поворот направо. Очень схожа с бегом или ходьбой. Тот же самый Blend 3. И смешивание. Нужно отключить. Что это будет? Во-первых, параметр, чем будет управляться смешиванием. То есть, какой параметр будет управлять смешиванием. При изменении этого параметра. Какая анимация будет проигрываться. Для этого создаем новый флот. С плавающей запятой значения. И назовем его Turn Angular. Угловой поворот. Turn Angular. Теперь, соответственно, меняем параметры с Direction на Turn Angular. Вот теперь Turn Angular управляет этим смешиванием. И значение, при котором будет происходить смешивание. Threshold. Отключаем автоматик Threshold. И теперь мы можем управлять вручную. Idle выставляем 0. То есть, при угловом значении 0. Будет Idle. Проигрывается анимация Idle. Turn Left будет включаться при минус. Тут можно поиграть. С вариациями. Это может быть минус 45 или минус 90. То есть, некое пороговое значение. При котором будет происходить... Воспроизводится эта анимация. То есть, Turn Left при минус 45. Угловое значение. И поворот направо при 45. Ближе к 0 будет воспроизводиться Idle. Теперь можно посмотреть, как это будет выглядеть. Вот сейчас 0. Следовательно, Idle проигрывается. Когда значение приближается... к 45, он поворачивается направо. Когда значение приближается к минус 45, налево. И таким образом мы можем его поворачивать на месте. В стойке. Следующее действие. Мы должны смешивать этот Blend 3 с другими анимациями. То есть, в каком случае будет происходить поворот на месте. А в каком случае будет происходить переключение на бег, на Idle, на перемещение задом, спиной. Возвращаемся в BaseLayer. Blend 3 новый у нас уже создан. Итак, в каком случае будет происходить поворот на месте. Мы отправляем из Idle Transition. MakeTransition делаем. И в этом переходе в Transition указываем, что в случае, если... Вот здесь вот Condition условия. TurnAngular. Если это значение больше, чем... Ну, к примеру, 0.2. 0.2. Больше, чем 0.2. То в этом случае будет срабатывать Blend 3. Все анимации, которые находятся в Blend 3. Turning. Не забываем включить FootIk. Создаем новый Transition. MakeTransition. У нас становится вот такая линия. С несколькими стрелочками. То есть, там уже несколько переходов. Несколько Transition. И у нас появляется здесь вот в Transition второе условие. То есть, вот первый. Это TurnAngular greater than 0.2. Когда TurnAngular угловое значение, угловой поворот больше, чем 0.2. Ну, к примеру, я образом. Может быть, это 0.1 или выше какое-то значение. Просто насколько скорость проигрывания будет так влиять. А второй, это тоже самое. TurnAngular, но в данном случае Ls меньше, чем минус 0.2. Потому что у нас поворот происходит в отрицательную сторону налево, в положительную направо. И мы должны в обоих случаях отправить Transition для поворота. Теперь нам нужно управлять этим из скрипта. В скрипте мы должны сделать следующее. Вот он этот скрипт. Персонаж Control. Открываю моно-девелопом. И здесь нужно добавить одну строчку. Это аниматор. Аниматор. Точка SetFloat В скобочках указываем, какой параметр будет воспроизводиться. Это TurnAngular. И после запятой Значение Какое мы должны выставить для изменения этого параметра Математическая Math Функция Математическое действие После точки A Tan Это A Tangent 2 То есть, это угловое значение Тангент между двумя векторами Соответственно, это Ось горизонтальная и ось вертикальная То есть, создается некий вектор Мы должны рассчитать этот тангент Это значение Между h и v И этот тангент Умножить на 180 Флот Потому что у нас флот С плавающей запятой Число И разделить его на пи А пи Это у нас 3.1415 15 15 9 Флот И скрываем строку Сохраняем скрипт Вот эта строка у нас будет управлять поворотом И Проверяем Так Скобочку я не закрыл Выдает ошибку Сейв Теперь При запуске анимации Мы можем нажимать на стрелочку вправо Персонаж поворачивается направо На стрелочку влево Он поворачивается налево Вот таким образом Но при этом У нас нет возврата И поэтому Мы можем только поворачиваться Потому что анимация у нас Только в одну сторону идет Транзишн Теперь нам нужно указать Что будет происходить Если какие-то другие действия выполняются И нам нужно транзишн осуществить Уже из поворота Сразу в несколько состояний То есть В каком-то случае Он должен бежать вперед В каком-то оставаться wide В каком-то идти назад А battle motion У нас и без того Проигрываются из любого положения Поэтому нам нужно сделать Транзишн Во все три состояния Forward motion Idle И backward motion Сначала сделаем Транзишн Переход В idle Во-первых Это будет exit time То есть Как только поворот Завершен Должен проигрываться Idle И добавляем Еще одно условие Еще один condition Это если Turn angular Less than 0.1 Какое-то минимальное Значение То в этом случае Тоже анимация Пойдет в idle То есть Следующая анимация Будет проигрываться Idle Переход Будет между ними В каком случае Будет осуществляться Движение Вперед Make transition И здесь Будет срабатывать Speed Скорость Если скорость Greater Больше чем 0.1 Тогда должна Включаться Анимация Бега И точно так же Make transition Backward motion Если Speed Скорость Меньше чем 0.1 Минус 0.1 Он должен Идти назад Должна Включаться Анимация Backward motion Проверяем Запускаем Play И проверяем Вперед Бежит вперед Стрелочка вправо Поворачивается вправо Стрелочка влево Поворачивается влево Бежит вперед Идет назад Поворачивается Направо Нажимая стрелочку Назад И он идет назад Поворачиваю налево Стрелочка вперед Он запускается вперед То есть, как только скорость возрастает, он перестает поворачиваться и сразу начинает бежать. И при этом, опять же, стрелочкой ему указывается direction, поворот, axis у нас работает. Таким образом, он поворачивается и на месте, и может быть всякие другие движения. Вот он повернулся, и дальше воспроизводится idle. И если он поворачивается, из любого состояния он может совершить какой-то удар. Вот он совершает какие-то удары. Поворачивается, раз, и свершил удар. Поворачивается, свершил удар. Бежит, свершил удар. Бежит, свершил удар. Теперь есть и повороты, и бег, и удары. То есть, это вот минимальная машина состояний, которая только может быть при файтинге. И анимации мы воспроизвели. Еще раз посмотрим на то, как анимации здесь настроены. Вот такое состояние поворота. Вот так здесь это работает. И в таком виде уже, я думаю, что можно закончить машину эту состояний. То есть, ее можно наращивать дальше, но это какой-то минимальный функционал, который мы рассмотрели. Все остальное это уже какие-то сверх того. Действия персонажа, которые зависят от механики. Та игровая механика, которая у вас предусматривается, она задает логику движений персонажа. И это уже, я думаю, в следующих рассмотренном видеоматериалах, где я пройдусь по обзору, такой совершу обзор по туториалам. Стандартным туториалам механимовским, которые поставляют Unitech. Рассмотрим там различные вариации того, как механима может быть использована, какие могут быть там трюки, приемы и так далее. То есть, я считаю, что на этом проект завершается. И еще одно очень важное действие, это сделать билд. Создать демо-приложение. Вот у меня уже какое-то есть. Здесь небольшая демонстрационная сценка, где он бегает, что-то делает. Теперь мне нужно сделать демо-приложение. То есть, пока я использую редактор Unitech. А целевая задача, это получение либо демонстрационного приложения, либо игрового проекта на движке Unitech. Поэтому, чтобы приблизиться к этому, нужно сделать еще небольшую настройку для билда. Перед тем, как сделать билд, демо-приложение, демонстрационного материала, нужно сделать следующее. Взять настроенного уже в сцене персонажа. То есть, здесь все настройки, какой контроллер он использует, какой аватар он использует, какой скрипт является контроллером управления, исчектор контроллером, и вот этот comtag, который имеет tag player. Мы просто его перетаскиваем куда-то в папочку, и у нас создается prefab. Вот он, fighter source. Мы можем его как-то переименовать, назвать. Это полностью настроенный prefab. Мы можем его просто вот так, drag and drop, переносить в любую сцену. Вот он у нас продублировался, мы имеем еще одного такого же. Оба они управляются идентичным образом, то есть, фактические таклоны. И таким образом мы можем его либо переносить в другой проект, если создаем новый пакетж, custom package, экспортируем, можем перетаскивать полностью настроенного персонажа в другой проект, либо использовать в любой из сцен. То есть, локации создаются отдельно, подгружаются они в игре тоже отдельно, и prefab используется один и тот же. То есть, какие-то изменения в этом prefab повлекут за собой изменения персонажа во всех сценах. Это вот инстансирование при помощи prefab не в реальном времени, а внутри каждой сцены. То есть, этот prefab, это некая префабрикат, можно еще так его характеризовать. И желательно сохранять вот такие вот prefab по мере накапливания каких-то расширений. Я еще, к тому же, вот контролы. Сохраняю какие-то промежутки контролов. И иногда захожу в тупиковые какие-то действия. То есть, у меня там что-то не складывается, логика не устраивается. Я удаляю, возвращаюсь к предыдущему, и могу продолжить дальше. То есть, нужно иметь какое-то количество резервных копий. Иначе будет трудно воспроизвести это заново. Точно так же желательно делать резервные копии самого проекта. То есть, целиком весь проект. Копировать, создавать в папочках отдельные резервные копии. Потому что может что-то произойти, повредится проект, что-то в нем. Настройки послетают, можно будет вернуться. Теперь настройки для анимации персонажа, для демо проекта. Во-первых, вот есть какой-то Directional Light. Я могу настроить еще падающую тень от него. Сейчас Snow Shadows. Могу сделать Hard Shadows. Чтобы была какая-то жесткая тень. И тень будет в том случае воспроизводиться, если у меня на плоскости лежит что-то вроде Диффуза. Вот что-то вроде Диффуза имеется. Посмотрим Soft Shadows. Почему не видно теней в то время, как тень выставлена? Во-первых, динамические тени, динамическое освещение работают только в Pro-версии, видите. Это одна из особенностей. То есть, в бесплатной вам Free-версии вам не удастся настроить тени. Они вообще не предусмотрены. У вас будет картинка выглядеть вот как у меня сейчас. Для того, чтобы настроить и качество анимации, и качество освещения, нужно перейти в Project Settings, выбрать Quality, качество. В инспекторе появится вот такая панелька, где можно регулировать качество. Что здесь есть? Здесь есть уровни качества. Во-первых, для разных платформ. iPhone, Android, BlackBerry, Flash, Windows и так далее. Для всех для них предусмотрены уровни качества. И можно удалять, то есть сделать только один уровень качества. При запуске приложения можно выбрать, какой уровень качества будет использоваться. И если вы вот так вот переключаетесь, то есть я вот, например, выбираю Fast. Выбрал Fast. И могу здесь выставлять какие-то различные параметры. Менять параметры качества. Меняю на Simple. Вот появляется тень. Меняю на Good. Тень улучшается. Beautiful. Fantastic. Тень все лучше и лучше становится. И вот можно посмотреть. Во-первых, Shadows. На Fastest. На скорейшем уровне. Тени не применяются вообще. То есть здесь в Shadows стоит Disable. Отключить тень. Либо можно выбрать, например, использовать только Hard или Hard and Soft. То есть и ту, и эту. Fast у нас тоже не имеет теней. Быстрый уровень качества. Вот я переключаюсь. Но Fast немножко притормаживает. Даже вот так вот перетащил его сюда. Тоже Disable Shadows. И только на Simple начинается какая-то тень. Можно выставить свой уровень качества от Level 6. К примеру. Удалю его пока. Можно удалить. Например, Fast. Fastest. Оставлю Simple Good. Вот и Beautiful, Fantastic тоже, например, удаляю. При запуске приложения тоже это будет отображаться. Только те уровни качества, которые допустимы. Ну и, например, вот на Simple я задам какой-то уже устраивающий меня уровень качества, который будет воспроизводиться. Ну или на Good. Пусть будет Good. Пиксел Light Count. Текстур Quality. Full Resolution. Анизотропик текстур. Спертекстур. Антиалиасинг. Включу. Ну там, например, четырехкратный пусть будет. Десамплинг. Soft Particles. Партиклов у меня нет. Shadows. Hard and Soft. Все в порядке. Shadow Resolution. А почему бы не использовать Very High Resolution. Очень высокое. Shadow Projection. Stable Fit. И вот еще можно использовать каскадные тени. Two Cascades. Four Cascades. От этого тоже зависит качество теней. И Shadow Distance. Это на какой дистанции начинаются тени. Если я сейчас поставлю что-то в районе единички. Это слишком маленькое расстояние. Увеличиваю. И вот тень начинает проявляться. То есть где-то на расстоянии четырех метров она начинает уже проявляться. Сейчас персонаж у меня на земле висит. Поэтому где-то вот здесь уже расстояние. Имеется какое-то... От камеры. От камеры. И на большем расстоянии от камеры. Вот так вот. Я приближаюсь. Тень вижу. Удаляется камера. Тень не видится. Квалати. Обратный дом. Поэтому какое-то расстояние здесь... Ну пусть будет в пределах сорока. Как и было. В принципе нормально. Вот это очень важное значение. В оверх других. Блендинг вейшт. Когда мы создавали скиннинг персонажа, его развесовку, мы использовали при скиннинге четыре кости, влияющие на одну вершину. То есть на влияние одной вершины приходится четыре кости. Unity может делать либо одну кость на вершину, две или четыре. Поэтому очень важно выставить четыре, если вы хотите быть уверенными, чтобы деформации персонажа происходили так, как вы задумали. Тогда это четыре кости. Максимальное значение. Поэтому большее значение в мае делать смысла не имеет. Пять. Больше четырех. Вот это один, два или четыре. Также лоды и так далее. Ну, в общем, то, что вот основное, это Shadows тень и Blend Waste. Ну и рендеринг, соответственно. Итак, тень есть. Теперь можно ее понастраивать. Снова перейти в Directional Light. Вот она, эта тень здесь имеется. Вот ее гораздо лучше видно от кубика, когда она падает. И вот BIOS это значение, которое, как бы немножко отодвигая тень, чтобы она не была прилеплена. Если BIOS очень маленький, то будут видны на границах объекта, артефакта. Поэтому она должна быть какая-то в пределах, я не знаю, там от 0.01 до какого-то значения 0.05, 0.05, где-то так. То есть какое-то небольшое значение этого BIOS должно быть, не может быть 0. Softness это то, насколько тень мягкая. Вот она размывается, но когда она размывается, она становится такой немножко ступенчатой. Поэтому какое-то значение Softness можно задать. И Softness Fade это размытие, затухание тени. Имеется также Stretch, это степень перекрытия тенью. То есть насколько тень интенсивная, пусть будет единичка. И Intensity можно чуть-чуть поменять, где-то в районе 0.8. Для интенсивности, для лампочки. Даже, наверное, слишком, пусть будет 0.6. И если мы отключим лампочку, мы обнаружим, что все равно в сцене мы видим объекты, видим персонажа, то есть какое-то освещение вторичное присутствует. Откуда оно берется? Это Render Settings, Edit Render Settings. И здесь у нас имеется Ambient Light. То есть некое рассеянное освещение, которое по умолчанию, оно не абсолютно черное. То есть какой-то свет в сцене присутствует. Если мы выставим белый, у нас будет такое ощущение, что как будто в сцене находятся источники света. Если мы не хотим никакого освещения, единственное, что штаны тут, это через Emissive идет отражение с френелем. Это нормально, это в шейдере. А если мы хотим какое-то значение амбиентное, то есть чуть-чуть атмосферности задать, то приподнимаем. Я даже думаю, что это не серый оттенок, а какой-то скорее чуть холодноватый, маленько. И возможно оставлю амбиент, тем более, что лампочка у меня только одна. И включу ее в Stretch, чуть-чуть, наверное, сделаю поменьше интенсивной стене. И возможно сделаю какой-то небольшой, какой-то чуть холодноватый оттенок света. К примеру, вот так. Фильтры никакие я на камеру выставлять, наверное, не буду. То есть сейчас не качество картинки приоритетное значение имеет, а все-таки воспроизведение анимации. И в таком виде можно сделать билд. Далее, файл Build Settings. Открываем окошко установок билда. Windows PC, Mac and Linux Standalone. То есть это самодостаточное стендолоновое приложение. Вот в него будем билдить. Windows архитектура 86 или 8664 для 64-битной. Я оставлю 86, наверное. И вот здесь окошечко Scenes in Build. Сюда нужно перетащить вот эту самую сценку, которая уже настроена. Поэтому я ее сохраняю. Нажимаю Ctrl-S. Сценка сохраняется. Так, и драгон-дропом перетаскиваю сюда мою сценку. Это Fighter Setup. Я его настраивал. Она у меня здесь одна и есть. Вот она у меня и будет воспроизводиться. Теперь можно нажать Build and Run. То есть построить приложение, скомпилить его и запустить. Нажимаем Build and Run. Нам будет предложено, куда именно мы будем билд сохранять. Я назову Fighter Test и сохранить. Первый раз обычно занимает гораздо больше времени. Все последующие билды уже очень быстро выполняются. Потому что приложение сначала все эти какие-то метаданные собирает. Пережимает текстуры и так далее. А в всякий следующий раз, когда создается билд очередной, Unity подтягивает уже созданные ей заранее какие-то настройки, установки, которые при предыдущем билде были сделаны. Поэтому занимает меньше времени. Теперь, выпадая от окошечка, вот оно, я могу его закрыть, могу запустить сразу, могу закрыть, сделать Quit. И запустить его непосредственно из того места, где оно скомпилировалось. Вот оно Fighter Test. Обязательно там будет папочка Data, тоже название, но Data. Она очень нужна. То есть это не просто экзешник, но еще папочка, где ресурсы содержатся. Теперь смотрим. Вот оно Graphics, Screen Resolution. Какое разрешение. Оставлю 3024. Виндует. В оконном режиме. То есть можно, если отключить, то в широкоэкранном будет выбрать какое-то разрешение. И Graphics Quality. Вот здесь остались только те уровни качества, которые были выставлены. Я менял Good, поэтому я выбираю Good. Нажимаю Play. И запускается само приложение. Вот приложение запустилось. И здесь тормоза гораздо меньше. То есть уже гораздо интереснее все это смотреть. Вот они воспроизводятся. Старые. Уворачиваются. Освещение помогает дополнительно. Пространство лучше воспринимать. Так. Проверяем ударчики. Все. Удары работают всякие разные. Мы можем двигаться назад. Уворачиваться. Все. Это уже готовое демонстрационное приложение. Где вы можете показывать, как выглядят ваши анимации. То есть более эффективного способа продемонстрировать анимации, которые делает аниматор для игрового движка. Трудно предположить. То есть поскольку анимации делаются для игрового движка, их нужно и просматривать в движке. Поэтому вот на Unity можно достаточно легко и быстро создавать демонстражки. И я думаю, теперь вы умеете это делать. Теперь вы знаете, как сделать демонстрационное приложение. С委. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...